Рыбы приветствую вас на канале психология таро это прогноз на июль мы посмотрим основную энергию месяца 4 базовые сферы жизни это работы деньги социум и любовь также посмотрим предостережение на месяц и совет и сбудется или нет желание я заранее приношу свои извинения за шум который происходит здесь на фоне просто у нас очень жаркие погоды и кошечка очень плохо перенос поэтому вентилятор должен быть включен всегда я очень надеюсь на ваше понимание а то у меня животное будет плохо себя чувствовать итак давайте смотреть общее состояние общая энергия а кто не любит эту раскладку там есть у нас тайм-код в описании можете сразу переходить дальше 4 основные сферы жизни работа деньги социум любовь отношения дали предостережение на месяц и совет на месяц и посмотрим здесь будет или нет желание или послание которое для вас здесь будет можете загадать свое желание цель которой вы идете или же большую какую-то задачу который перед вами стоит посмотрим послание для вас итак рыба давайте смотреть так ну что в принципе неплохо если это не будет тяжело и июль для вас будет месяцем когда я хочу я сказала так будет больше даже знаете какой-то гордыни своей проявленной знаете солнышко общение неплохая карта но когда она перевернута знаете там чересчур действительно знаете могут возникать конфликты с другими людьми на фоне того что вы не можете справиться со своими какими-то эго состояниями когда будете чувствовать себя возможно ущемленно хотя по факту нет то есть это знаете как все в вашей голове и от этого вы будете достаточно жестко можно проявляться даже с кем-то ну вот эгоистично знаете вот я говорю как маленький ребенок до топает ногой закатывает истерики вот это вот то общее состояние мы сейчас конечно посмотрим в какой сфере она будет больше проигрываться поэтому давайте начнем работа так но в работе я бы сказала тихо ровно спокойно те кто ищут работу вот для вас это прям особо актуально найдете очень вероятно что будете начнете работать и это именно за такое первое время испытательный срок когда новый коллектив новые задачи новые вообще в принципе все вокруг новое то и вы так в состоянии ученика еще такие немножечко не понимаете где что делать но у вас есть в принципе какие-то свои наработки навыки где вы можете себя принять единственное знать еще инициатива будет мало то есть будете искать кого-то вот старшего да там руководителя от которого будете спрашивать а что дальше а что мне дальше года и так далее но по сути своей неплохая карта да с этого все начинается если вы уже вот на своем месте давным-давно все у вас там ну более-менее стабильно здесь тоже знаете я не скажу что будь проявлять свою инициативу то есть знаете я делаю только сколько делаю то есть больше того никуда не лезу то есть вот условно отработала и пошла домой забыла то есть без каких-то либо ну я бы сказал таких великих амбиций без стремлений да то есть ну вот это моя хата с краю на ничего не знаю но в принципе для кого такой посыл прекрасен он замечательный то есть стабильность она тоже очень хороша дальше давайте смотреть деньги сфера денег так очень сильно вам рекомендую заняться своими денежными установками а вообще пониманием денег отношением с деньгами здесь у вас может в июле проигрываться действительно знаете такие упаднические настроения что все не так все не едак жизнь несправедливая и все мне не получается и да почему у меня жизнь такая далась и так далее да но по факту у вас в голове я бы сказала много приобретенного возможно от родителей от социума того что вам действительно мешает выходить на какой-то более хороший уровень и здесь ваши страхи ваши тревоги а допустим если мне нужно что-то купить а мне потом денег вдруг не хватит до следующего месяца или же я хочу как-то ну где-то или отдохнуть а я понимаю что я не могу себе это позволить и я от этого еще больше расстраиваюсь здесь в принципе может быть недовольство уровнем жизни так и ну недовольство недовольством но вы ничего для этого не делать понимаете вы не копаете глупо как это решить что мне нужно сделать так вот здесь у вас июль будет именно таким месяцем когда вы будете больше депрессировать и знаете я бы сказала плакать нежели что-то решать поэтому если вы хотите чтобы ваша финансовая ситуация как-то изменилась прорабатывайте свои денежные убеждения вот просто берите выписывайте на youtube есть очень много видео которые помогают как это делать займитесь просто этой сферой и очень вероятно что в будущем да будет ситуация налаживаться дальше социумом но в социуме вы у нас такой знаете главный человек который всем рассказывает как им нужно жить это неплохо здесь просто вопрос а если запрос у тех людей которых вы учите этой жизни которым вы передаете эти традиции эти правила и так далее знаете здесь чем давать так скажу может быть кому-то путь не опять же неприятно поэтому солнышку слышать давно тем не менее чем больше у вас по количеству лет разница между вами и тем кого вы учите тем велика вероятность что ваши знания ваше понимание уже не актуальны я не говорю что она не работает вы же как-то живете да все понятно но более новое поколение она немножечко уже по-другому живет соответствие с миром с актуальным миром который сейчас происходит и какие-то не знатам каноны традиции для них уже не важны здесь еще знаете что может проиграться что вы как вот этот вот человек который чтит традиции и будет пытаться как-то их сохранить допустим своей семьи семье в своем близком окружении что условно знать самому как было да в этом фильме каждый раз перед новым годом мы отправляемся в баню традиция традиция и здесь тоже самое возможно здесь вот сейчас июль это там иванова ночь или как там я нова ночь как у вас у нас просто я не пьянт поэтому там немножечко другое у нас в июне мы еще празднуем но вот в россии не знаю да есть такой праздник и вот давайте по традиции соберемся давайте там туда может быть в отпуск вы все время с друзьями в одно и то же место ездить так вот вы будете хранителем этой традиции с девочками по пятницам собираться на не знаю шампанское или же опять же с девочками по пятницам по воскресеньям собираться на завтрак где-то там да на бранч на какой-то то есть ну вот такой вот знаете вот это желание что-то сохранить желание что-то оставить, чтобы, знаете, на что-то можно было опираться. Так, любовь и отношения. Ну, здесь все прекрасно. Давайте так, те, кто искали, в поиске находятся партнера потенциального, есть велика вероятность встретить и причем сразу такого короля, сразу любимого, такого нежного, заботливого, который проявляет чувства, это прям вот девочки, да, кто хочет, это вау-вау-вау. Ну, мужчина, с кем вы уже давно в отношениях, может действительно начать проявляться вот как-то, ну, как сказать, ну, вот какие-то, знаете, подарочки вам начать делать, и в знаке внимания, может быть, даже, знаете, это просто сорваны там какие-то ромашки в поле, но это вот вау, потому что этого давно не было, да, и вот такие вот маленькие моменты, они вот, знаете, как заставят вас задуматься, что, а я люблю, а мне хорошо, даже несмотря на какие-то там вот такие мелочи, несмотря на какие-то, возможно, разногласия, да, ну, все мы, понятно, не клонированные, у нас есть разное там какое-то понимание, видение, какие-то конфликты могут происходить, но я все равно люблю этого человека, и мне с ним очень хорошо. В плане отношений здесь все прекрасно, поэтому вот это ваше солнышко перевернутое, знаете, она может проиграться в работе, именно с счетом того, что я не делаю больше, чем с меня спрашивают, потому что там, может быть, вы мне больше не платите, зачем я должна напрягаться. И здесь это ваше солнышко эговое может сыграть именно на сфере денег, того, что, да почему же, блин, я такая вся прекрасная, я такая вся молодец, а мне вот как-то не везет, да. Давайте посмотрим для вас предупреждение и совет. Предупреждение это про то, что меньше суеты, как-то непродуманной суеты. Узнать действие ради действия, что-то сказать только ради того, чтобы сказать, что-то сделать только для того, чтобы вот это вот создать видимость, что вы что-то делаете, да. Вот не надо так делать. Вот в этом месяце оно для вас вообще на руку не сыграет. И совет вам, прекрасный совет, найдите баланс. Будьте вот этой, знаете, императрицей, которая вальяжно восседает и все ей все приносят. Но это не через командование, да, не через подавление, не через манипуляции, а именно потому, что вы такая. То есть, соответственно, придите в состояние императрицы. Как к нему можно прийти? Отдохнуть, если вы действительно давно уже не отдыхали. Как-то позволить себе чуть больше, чем вы обычно себе чего-то позволяете. Наконец-таки отстать от себя, что вы там что-то должны, или вы какая-то недостаточная, или что-то вам там еще надо, а вы еще не. Вот от этого отстаньте, да. Поймите, что вот эту ценность себя на данный момент. Вот, понимаете, там очень много аспектов у императрицы. То есть, знаете, я бы сказала, найдите опору на себя, баланс в себе. И вот императрица, знаете, она вот не спускается до такого состояния, когда мне все должны, да, или я же такая хорошая, а что вы, да, вот там. Вот нет. Она знает, что она такая хорошая, ей все равно там эти холопы, что они там делают, да, вот абсолютно. Поэтому вот я бы сказала, знаете, вот императрица, что ее отличает, это вот прям такое спокойствие, такое умиротворение в душе. Она знает, что все будет хорошо. Попробуйте. Это я понимаю, что, возможно, сложно, особенно если у вас сейчас кризисный период жизни, но попробуйте. Хотя бы даже через медитацию брать вот это состояние спокойствия и умиротворения. Так. И здесь у нас была карта желания. Кто не смотрел раскладку, поставьте сейчас на паузу, загадайте желание, цель, в которой вы идете, задача, возможно, программа какая-то очень большая стоит. И сейчас посмотрим, что вам там говорят. Равновесие духовного и практического. Ну, смотрите, вот, собственно, вот эта императрица вам туда идет, да. Опять же, иерофант, он плюс-минус к духовному прям очень сильно ведет. Знаете, какая бы у вас там цель не стояла, какое бы желание вы там не загадывали, здесь вам говорится о том, что вы должны быть в балансе. Опять же, вот эта вот императрица, да, и материальная, и духовная, оно не должно вот так вот скакать. Поэтому, если у вас какие-то просадки по материальной вашей жизни, это быт, да, в том числе, это финансовая сфера, именно как материя, деньги, это здоровье, в том числе, к материальности относится, да, к практичности, вот обдумайте, продумайте, обязательно сделайте вот такую работу домашнюю, и тогда вы ближе приблизитесь, да, к исполнению своего желания. Ну, что, рыбы, вот такой для вас рассказ, прогноз. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько отыгрывается, подписывайтесь обязательно, если еще не подписаны, и кто хочет, персональный прогноз на месяц, мои контакты есть в описании, связывайтесь со мной, ну, и до новых встреч, пока-пока.